Последний музыкальный романтик 20-го столетия родился в 1875 году в семье венского врача. Семья была музыкальной. По субботам глава семьи с приятелями устраивал домашние концерты, камерной музыки. Маленький фриц при этом натягивал на коробке из-под сигар шнурки своих ботинок и старательно имитировал играющих. В четыре года, заполучив настоящую скрипку, мальчик самостоятельно подобрал на ней национальный австрийский гимн. Отец одобрительно хмыкнул и стал давать ему уроки музыки. А через несколько лет семилетнего вундеркинда приняли в Венскую консерваторию, которую он закончил за три года, с золотой медалью. После чего отправился. Куда можно было отправиться? В Париж! Завершив музыкальное образование в тамошней консерватории в Парижской, 15-летний скрипач завоевал гран-при на престижном музыкальном конкурсе, где все остальные 40 претендентов были старше его на 10, а то и 20 лет. В него тут же мертвой хваткой вцепился американский интерпренер Эдмонд Стэнтон и увез сюда, в Америку, в Штаты, где за два года плотных гастролей талантливый мальчишка заработал кучу денег. Вернувшись на родину, Крейслер вдруг ошарашивает родителей неожиданным заявлением. «Я не уверен, что хочу посвятить себя артистической карьере». И он на несколько лет запирает свою скрипку в шкафу. А когда его снова потянуло на сцену, и Фрид сделает попытку поступить в оркестр Венской королевской оперы, его туда не принимают, якобы из-за отсутствия чувства ритма. Психанув, 24-летний музыкант, уезжает на гастроли в Берлин, где его манера исполнения вызывает настоящий фурор. О Крейслере заговорили как о самом интересном скрипаче эпохи. И вот с этого момента за ним в очередь буквально выстраиваются интерпренеры, и Фрид начинает затяжной концертный марафон, успев при этом жениться на пианистке Гарриет Лайс, которая до конца жизни осталась его самым преданным другом. Когда началась Первая мировая война, супруги Крейслер отдыхали в Швейцарии. Музыкант поспешил в Вену, где его зачислили лейтенантом в действующую армию. В сентябре 1914 года Крейслер был демобилизован по ранению и уехал в Соединенные Штаты, где всерьез занялся композицией. Вы знаете, снимая шляпу перед его исполнительским мастерством, музыкальные критики, тем не менее, часто с прохладцей отзывались о его собственных сочинениях. А композиторам с большой буквы Крейслера признали лишь в 1935 году, когда он, не выдержав укусов, сделал сенсационное заявление. Эта мистификация вошла в историю классики. Дело в том, что в 1905 году юный Крейслер издал сборник своих транскрипций 12 произведений знаменитых композиторов прошлого. Вивальди, Куперена, Пуньяни, Ланнера. Его прочтение музыки великих мастеров вызвало искренний восторг публики и профессионалов. А через 20 лет один из критиков, не скрывая злорадства, принялся чехвостить только что написанный в венский каприз Крейслера. «Ну как было можно, – писал он, – как было можно вслед за прелестным вальсом Ланнера исполнить в концерте эту бесталанную серость?» И вот тогда Крейслер не выдержал и признался на весь мир, что и прелестные вальс Ланнера, и восхитительные пьесы Вивальди, как, впрочем, и все остальные работы, опубликованные в 1905 году в его транскрипции, в действительности написал он сам. Из юношеского желания подшутить над знатоками классики. «Скрепач, похоже на циркового борца, был очень веселым человеком». В апреле 1941 года Крейслер, перебегая оживленную Мэдисон Эвеню в Манхэттене, попал под грузовик, развозивший Кока-Колу. В течение нескольких дней он находился между жизнью и смертью. А когда дело пошло на поправку, возник вопрос, сможет ли маэстро когда-нибудь снова играть на скрипке. В конце мая, когда Крейслер уже мог подниматься, жена принесла в его комнату скрипку и как бы, между прочим, сказала, не может ли он вспомнить одно место из концерта Мендельсона, не сыграет ли он ей это место. Крейслер взял смычок, поднес скрипку к подородку, поднял правую руку и начал играть. Под окнами клиники собралась толпа, люди смотрели на окно, из которого внеслась просто волшебная музыка. Рука мастера была по-прежнему крепкой. Это был очень добрый и очень щедрый человек. Большую часть своего состояния он роздал на благотворительные цели и всю жизнь, всю жизнь поддерживал детей своих боевых товарищей, погибших в Первую мировую. Их было 43. 43 ребенка. И все они, благодаря Фринцу Крейслеру, выросли достойными людьми. Последний музыкальный романтик 20 века умер в Нью-Йорке в 1962 году. Незадолго до смерти его навестил Давид Ойстрах, которому Крейслер тогда сказал, «Меня забыли, я уже принадлежу прошлому». Вы знаете, если сейчас ваше сердце сожмется от непонятно откуда взявшейся нежности ко всему, что вас окружает, значит, старик Крейслер ошибался. Послушаем сейчас его музыку, музыку любви, которую нам завещал этот удивительный музыкант и композитор, который был похож на циркового борца. Что тут скрывать? Так оно и было.